Тиксна набирает скорость по центру и с кистей бросает. Несложный бросок для Сухачева. Карагандинцы подбирают шайбу. Ломака выкатывается в круг бросования, наносит бросок внизу. Сухачев снова отбивает. И шайба ворота. Довольно легкая получилась шайба. Данил Ердаков отдал передачу на пятак Артуру Сарварову, который без проблем в пустой угол. На коротке с Зиазовым смотрит Айрат, кому отдать. Тополь получает шайбу, выкатывается за ворота. И сам пытается бросить ближний угол. Как следует не получился бросок. А там игрок челябинской команды опрокидывает Ольшевского на лед. Судьи разнимают. Какая-то стычка у нас тут в центральном круге. Александр Шепелев, на него сразу набрасываются трое игроков. Ну все, подбежали игроки в белой форме, разобрали каждый себе по сопернику. Но дальше дело не пошло. Толкается Могильников и Саршевским. Ну снова могло быть удаление только у одной команды. Последовало выяснение отношений. И сейчас судьям придется разбираться со штрафами. Вот он уже привлекается к составу Челмета. А в этом сезоне стал основным голкипером челябинской команды. Теряет шайбу карагандинцы. Жестко очень встречает Тритчикова кто-то из оборонцев. Карагандинцев не может он встать со льда. Но там, по-моему, нарушения правил не было. Он просто пропустил силовой прием. Подъезжает капитан Челябинцев к судям. Выясняет отношения. Начинает атаку быстрым пасом под синюю линию. Петриков доставляет шайбу в зону. Там он встретил сопротивление двух игроков в черной форме. Но тут драка у нас сейчас полноценная, видимо, начнется. Антоновский, как он это уже не так давно проделывал, снова проходом в ноги. Опрокидывает своего соперника на лед. Ну, до кулачного поединка дело не дошло. Хотя без одной перчатки игрок Челмета, тот самый Машаровск, которому Илья что-то высказывал минутой ранее. Второе справляется. И Гелашвили с помощью защитников отбрасывает шайбу. Климонтов. Отличная передача и гол. Здорово он нашел Марселя Шолохова в правом круге вбрасывания. И тот сходу сумел поразить ближний угол. Недовольные болельщики считают, что несправедливо была оставлена команда в двойном меньшинстве. Сейчас вывести шайбу из зоны. Кулиев в одиночку против четверых соперей. Выход один на один. Ольшевский. Бросок. И как здорово. Спокойно зловит шайбу. Голкиперы гостей получал в середине зоны. И снова выход один на один. У нас может получиться. Соколов здорово играет. Ну, не совсем, конечно, здорово. Подножку фиксирует главный арбитр. И главный вопрос сейчас будет это две минуты или булит. Кимцева жестко встречает в углу площадки Максим Иванов. И два в одного сейчас будет момент. Зиазов забрасывает. Отличная последовала передача. Ну, такие моменты должны решать мастеровитые игроки. Борются. И едва не прервал Машаров Денис эту передачу. А так последовал опасный бросок. Там дважды добивает шайбу Жулнировский. Тут кого-то вообще с пятака выбрасывают. Но судья уже поднял руку. Сейчас будет удариться. Бросок неточный из круга вбрасывания. Жульдиков не дает шайбе выкатиться из зоны. Снова. И гол. Со второй попытки Дмитрий Алексеев прострелил Гелашвили. Практически с той же позиции. И счет становится равным. Но вот не получилось у Челмета ничего в большинстве. Зато смогли они забросить в равных составах. Ну, а первыми начинает хоккеиста Челмета Денис Машаров. И не удается ему открыть счет. У Челмета Владислав Сухачев продолжает защищать ворота. А первый бросок будет выполнять Олег Ломака. Бросок выполняет Олег Ломака. Очень красиво все сделал Олег. Показал, что будет уходить вправо. Он сам быстренько забрал шайбу под себя и подкидочкой такой изящной выше щитка перебросил. 1-0 после первых бросков в пользу Сары-Арки. Марсель Шолохов второй игрок Челмета, который выполнит бросок. Раскачивает Костина и между щитков находит щелку и просит трибуны умолкнуть. Айрат Зиазов. Айрат Зиазов. Но не сумел он забросить шайбу между щитков Владислава Сухачева. Сравнялся у нас счет. Раска выполняет Иван Безруков. Иван Безруков сейчас может вывести свою команду в лидеры. До последнего ждал. И точнейший был бросок в верхнюю часть ворот. Забросил он шайбу, судя. Полностью уверен, что она пересекла линию ворот. 2-1 в пользу Челмета. И уже карагандинцам нужно отыгрываться. Данил Ердаков сейчас будет. Пробовать переиграть Владислава Сухачева. Быстро набирает скорость. Резкий обыгрыш. Но тоже прочитал его голкипер гостей. 3-2-1 после трех бросков в пользу Челябинской команды. Защитнику доверили выполнить бросок. Александр Шепелев сейчас. Ой, как все легко. Неуловимым движением кистей отправил шайбу в ближнюю девятку. Ну и Сарай Аркей необходимо сейчас забивать, иначе матч будет завершен. Артур Сарваров. Артур Сарваров. Очень неточно. И Челмет одерживает победу со счетом 3-2. Ну что же, первое поражение Дмитрия Александровича Крамаренко на тренерском мостике. Расстраивается, я думаю, карантинским болельщикам смысла нет. Трибуны приветствуют свою команду. Хоккеисты благодарят их за поддержку. А мы на этом завершаем наш репортаж. Всего вам доброго. Любите хоккей и болейте за свою команду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова